Мы очень спонтанно сегодня, в воскресенье, выехали на экскурсию. Я сейчас подхожу к своей родной школе, школа номер 24 в городе Краматорске. С ней связано, конечно, очень много разных историй, разных, вот самых разных. Это как и какие-то счастливые дни, и развитие фобий, нелюбовь к чему-то, какие-то кошмарные сны до сих пор некоторые мне снятся, что касается некоторых предметов. Ну да, я думаю, у всех такие истории есть. Вот здесь у нас проходили линейки, первый класс, одиннадцатый класс. Вот это вот здесь у нас физкультура проходила, ну посередине холл, по-моему, вот с этой стороны столовая была, и эти вкусные пироженки. А вот это вот учебная часть, то есть здесь кабинет директора на первом этаже, да, вот здесь вот зауча. У нас, по-моему, наш кабинет, не по-моему, да, на втором этаже, я вспомнила, на втором этаже наш кабинет был в самом углу. Вот. Ну такие интересные воспоминания. Блин, ну поколение, конечно, да, уже давным-давно сменилось, у нас в этом году 17 лет, как мы окончили школу. Я её заканчивала в 2005 году, да, в 2010-м я универ заканчивала украинский. Ну вот как-то так. А, кстати, а вот напротив, это мой самый первый детский садик там был, я сейчас покажу. Вот, видите, забор за мной, видно его, видно. И самый-самый первый детский садик, но его потом закрыли, там буквально, наверное, год или полтора было, его закрыли, и там уже давным-давно какие-то офисы. Ну что, идём дальше. С этим местом у меня тоже много воспоминаний связано, правда, сейчас площадь переделали вообще полностью, убрали памятник, который убирали по всем городам, это памятник Ленину. В общем, её переделали, раскромсали, закромсали её таким образом, что очень много места стало, ещё и такая пешеходная часть из неё случилась. Ну, мне нравится тут такое, знаете, сборище центральное. Дворец, это как бы наше центральное место, да, дворец культуры и техники. Нет, или только культуры, блин. Я, может быть, ошибаюсь в названиях, я, правда, я очень плохо ориентируюсь после десяти с половиной лет. Я и тогда как бы особо в улицах и местах не ориентировалась. Не то, чтобы я какая-то тупая, нет, но я просто забываю некоторые вещи. Ладно, короче, дворец культуры. С ним тоже очень много всего связано. Хотя бы то, что когда мы были в школе, я помню, с подружкой увидели объявление, что разыгрываются билеты на концерт Океана Эльзы. Вот этот дворец, если что. Вот, разыгрываются билеты на концерт Океана Эльзы. И нужно выполнить задание. Короче, посчитать, сколько окон в этом дворце. Почему там в определенных местах двери деревянные. И почему... Ой, что такое вот еще вспомню. А, и что-то мы еще у техника спрашивали. Мы все посчитали, а нас с подружкой даже в местной газете писали. Потому что мы, мне кажется, мы единственные были, кто взял и реально посчитал, сколько окон во дворце. Но вот если вы меня сейчас спросите, сколько там окон, нифига не помню. Нифига. Но мы тогда выиграли реально два билета на концерт Океана Эльзы. Это был такой кайф. Мы были, по-моему, или в 10-м, или в 11-м классе. Ну, вот как-то так. Идем дальше. Всем привет. Мы очень спонтанно сегодня, в воскресенье, выехали на экскурсию. Меня пригласила Женя. Вот там вот сзади экскурсия. Я не буду их показывать, потому что людей нельзя показывать. И сейчас первая остановка... Мам, отойди, если ты не хочешь попасть в кадр. Первая остановка Гмундин. Знаменитый шлосс-порт. Здесь снимали знаменитый австрийский сериал. Он, по-моему, до сих пор снимается. По-моему, потому что я особо не интересуюсь этим. С 50-х годов он снимается именно в этом замке. А еще здесь очень классное место для свадеб. На табличке, когда мы заходили на эту дорогу, так и было написано «Свадьбы». Но место здесь забронировать, конечно, очень нелегко. Нужно там чуть ли не за год это делать. Я очень люблю это место. Здесь всегда атмосфера, в которой у вас очень капит. Ну и вообще, когда выезжаешь в горы, это абсолютно другое, чем город Вена. Ну что ж, Пряниково снова в Австрии. Я раз пять еще повторю в следующем выпуске. И снег вот там наверняка. Погода меняется тут, капец. Я зашла в туалет. Вы это видите? А это такой вот дворик в этом замке. Здесь проводятся в основном свадьбы. Ладно, надо бежать. Ой, а нет, а собака подумала любить, ходит по мосту. Давайте я не буду вам говорить про исторические факты. Потому что я сама и в курсе не разбираюсь. Буду просто впечатлениями. Я же еще очки достала. Я же еще достала очки. Смотри, как красиво. А, там красиво, да. Вон, смотрите. Ой, ну красота. Красота с градом. Наша группа приехала в Хальштадт. И тут уже солнце. До этого же был град. Я вам показывала, какая здесь красота. Горы стоят еще в снегу. Сейчас на фуникулере мы поднимемся вот туда. До Skywalk. Самый крутой в мире. Мы не поехали туда. Наш паспорт не действует, а билет на фуникулер туда и обратно 20 евро за человека. Не знаю, не то чтобы я пожопилась, но я лучше что-нибудь другое куплю. Типа сувенира, там типа солевые лампы. Ну и городом просто понахлаждаюсь. Знаете, в чем парадокс? Это то, что сейчас вот неделя до Пасхи. Сегодня воскресенье, а уже следующее воскресенье Пасха. И вот здесь вот декорации пасхальные. Парадокс в том, что мы посмотрели погоду на завтра в этом же месте. Плюс 15. Послезавтра уже плюс 24. А сегодня я вам сейчас покажу, как я одета. Ну, то есть вы видели, да, до этого? Но я покажу вам, как я одета. То есть у меня еще колготки. И ладно, вот так вот. Осеннее, весеннее обувь. И снег пошел. Прикольно, да? Я в Вене зимой столько снега не видела, как я его вижу сейчас. Плюсы посещения Хальштадт в такую погоду. Первое. Вы двигаетесь постоянно, потому что если не двигаетесь, вы замерзнете. Второе. Людей практически нет. Вы можете передвигаться по этим мелким улочкам. Вообще свободно, без людей. И посидеть в кафе тоже можете практически без людей. Это для тех, кто не очень любит людей. А что я имела в виду, когда говорила узкие улочки? В прошлый раз, когда мы здесь были, здесь было непротолблено. То есть можно было очень внимательно смотреть, куда ты идешь. Иначе ты просто можешь врезаться в человека. А сейчас практически никого. Вообще в прошлый раз мы приезжали на поезде с другого берега. То есть там где-то, где сейчас не видно, есть станция лодочная. И нужно было через озеро переправляться на этот берег, где сам город. Прошлым летом, вот видите, это очень новые доски в этом доме. По сравнению с этим, да? И здесь вот тоже. Загорелся дом. Вот здесь можно увидеть остатки палубы горящей. Лето было просто очень-очень жаркое в Австрии. Где-то плюс 40, плюс 40 плюс. И в этом загорелся этот дом. И его очень быстро отстроили. Но для Австрии это было грандиозное событие. Ну, в смысле, грандиозное в том плане, что необычное и шокирующее. Кстати, про историю Хальштадта. Точнее не про историю, а про то, насколько это очень крутой, такой милый маленький городок. Возможно, кто-то уже слышал, но китайцы делали точь-в-точь у себя такой же город. И летом, почему я говорю, что очень-отойди, мам. Почему я говорю, что очень классно сейчас выглядеть? Потому что обычно здесь очень много туристов. Вот тут такая вот скрытая раскопка римская. Есть один магазин, в котором я примеряла кепки. И даже не знала, что так вот в подвале есть вот такие вот раскопки. Смотрите, римские термы. И там еще тоже есть. А еще слышно, как люди. Дом, двор Габс. Слышно, как люди сверху ходят. Ой, надо голову приспустить, а то как-то можно удариться реально. Кусочек дерева древнего ковальня шмида. А вот так вот их затапливает иногда. Ну, вот еще тоже, видите. А мы, как вы слышали, стоим. Ну, вот как-то за этой стенкой озеро. Нужно так идти, значит, прогинаться. Потому что реально очень низкие потолки. А у меня рост, дай бог. Вот. Очень интересно, очень прикольно. Природный водопад. А вот это место, где нас всегда угощают ликером. А сейчас пока продают пунш. Ну, вы знаете, я бы, если честно, не отрабалась бы сейчас с пуншем. Очень как-то... Очень как-то... Грустко. Давай снимай на ноги. Сейчас так и терякай мне за пазуху. Вот уж. За пазуху ног. Вот уж. Все, ладно. ровно через час в хальштадте вышло солнце закончился снег и теперь туман развеялся и видно горы видно всю ту красоту которую я хотела вам показать до этого фантастика вам же видно эту фантастику видно видно попытка номер два показать эту красоту эту фантастику сейчас на широком угле меньше слов больше картинки на дворе 10 апреля 2022 год я уже рассказала некоторые факты про этот город про хальштадт уже известная евгения вот я приехала и смотрите как я приехала в хальштадт еще интересного есть я не знаю интересный момент с кладбищем так как хальштадт у нас скоро пареньки площади мало и он практически построен как бы на скалах то до недавнего времени надо было платить определенную сумму денег чтобы тебя похоронили на церковном кладбище похоронят тебя на 10 лет после этого срока я выкапываю твои косточки все это полируют все это чистят на черепе наносят определенные орнаменты твоей профессии а также пишут твою профессию ну и пишут дату рождения дату смерти твои и складывают это все в определенное место такое скреп небольшой до который находится тоже на территории церкви но это история закончилась это после 2000-х годов потому что людей стали просто кремировать не интересный факт мне кажется необычный но интересный ну я наверно не пойду тут как-то не очень хочется на черепа смотреть слушай а вот город да я уже немножко его показала сколько вообще жителей здесь на 2019 год было 750 то есть на сегодняшний день может быть даже где-то 740 44 очень мало нас еще один интересный факт в этот город можно подъехать с двух сторон со стороны воды то есть на той стороне я уже говорила подъезжает поезд там есть такой маленький вокзал и на пароль на который вы видели пару минут назад перебираю а он сзади меня да вот он сзади меня на этом пароль не доезжаешь на эту сторону то есть как бы переправа через озеро это стоит что-то там районе 5 евро по-моему и вы уже здесь и как мы прежде приехали на автобусе с другой стороны со стороны гмундена со стороны зайцбурга ладно я наверное на этом закончу выпуск о хальштадте мы скоро будем ехать обратно через мунден через через а нет ничего не могу ехать через мунден и также через тронзы и через тронзы это очень круто очень классное озеро не знаю покажу в подскриптуме или нет но она очень красиво если что прощаюсь с вами до следующего выпуска ваша паряникова постскриптум хальштадт провожал нас снова снегом штормом туманом а а а а а а а а а Продолжение следует...